Сравнение с Серафимом, безострение Бога, Слово Родшее, Сущий Богородицу Тя величаем, именем Господнем, благослови Отче, Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твоего на ней, помилуй мне. Аминь. В свете свете истины просвещай и освещай всякого человека, грядущего у меня, за замест на нас свет лица Твоего, давним образом свет неприступный, и исправи стопы наших, где у него заповеди Твоих, молитвен Песчистя Своей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Светлана Ивановича, победительная, яко избавшийся от злы, благословенная во всех святых веровит Твоей, Богородице, но яко имучая державу непобедимую, от всяких нас перцов боди, назовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвен Песчистя Своей Матери и всех святых, помилуй и спаси от нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из бесед святителя Иоанна Златоустова. Мы должны показывать всякое дерзновение за Христа. В самом деле, если нищий и слепой, не видевший даже Христа, и прежде чем удостоился от Него ободрения, тотчас показал такое дерзновение, что остался против целого народа, безднующегося, дышащего убийством и бешенством, и желавшего сего слов осудить Христа, и не уступил и не отказался от своих слов, но с полным дерзновением заградил ему уста и предпочел лучше быть изверженным вон, чем изменить истины. Но не тем ли более мы, жившие столько времени в вере, видевшие бесистинные чудеса, совершенные через веру, облагодетельственные больше Его, прозревшие внутренними очами, созерцавшие неизвеченные таинства и призванные к столь великой чести, не тем ли более мы должны показывать всякое дерзновение за Христа против тех, которые стараются клеветать и говорить что-либо на христиан, не дожили таким людям загрожать уста и не соглашаться с ними безрассудно. А это мы в состоянии будем делать тогда, когда и дерзновение будем иметь и станем внимать Писанием, а не слушать их как-нибудь. И кто будет постоянно приходить сюда, тому хотя бы он не читал дома, а внимал только тому, что здесь говорится, достаточнее и одного года, чтобы обрести великую опытность. Мы не читаем сегодня одно Писание, а завтра другое, но всегда и постоянно одно и то же. И при всем том, есть многие до того жалкие, что несмотря на такое чтение, не знают даже названия книг Писаний. И не стыдятся и не трепечут, что так небрежно посещают Божественное училище. Если игрок, нацитры, танцор или другой, кто из принадлежащих театру, позовет город, все бегут с поспешностью, благодарят его за приглашение и тратят целую половину дня, внимая ему одному. А когда Бог беседует с нами через пороков и апостолов, мы зеваем, чешемся, скучаем, переступаемся ноги на ногу. Летом накажется слишком знойно, и мы отправляемся на площадь. Зимой опять помехуем, дождь и грязь, и мы сидим дома. То есть нет дерзновения, чтобы научиться чему-то, чтобы потом другим это донести, эту благую весть. А просто так оно не научится никогда. Чтобы из шрева потекли реки водой, воды живой, нужно моря выпить, тогда реки потекут. А если нет ничего, то ничего и нет. Порой и спросят, а не знаем, что и ответить. Поэтому говорит апостол, поучайся всем постоянно день и ночь, и поступай так, можем спасти это себя и слушающих нас. Аминь. Аминь. Завтра 8 часов молитвы в храме будет. С миром Божьим. С миром Божьим. Да, заходим. Заходим сюда? Хочете, хотите, заходите. Есть что сказать? Слово есть? Ну что, несколько минут побыть вместе, это неплохо. Трапезу. Ну, заходите. Пошло? Да. Ой, сколько, сколько страхов, страхов сколько. Да, страхов. Людмила Степановна, прими. Ну да. Разбери, что это за бумаги. То ли нам премию какую дают, или что. Ну что, совсем недавно. Так, ладно. Что, это такая скоротечная, что ли? Так, нужно бы взять у нас о лагере объявление и где-то что-то расклеить. Иначе у нас просто на одном месте все стоит. Последние недели в пятницу утром рано выезжаем. Видите, никогда раньше так не было. Ходил, отдавал объявление в редакцию и сразу печатали. Здесь проходит день, неделя, ничего нет. Вечерний Барнаул. Проходит неделя, звонят. Это вы отдавали объявление, да. А мы напечатать не можем, потому что это от организации без городской администрации. Я говорю, объявление о детском лагере городской администрации, им заниматься больше нечем. Ну я сказал, да вы на регистрации не состоите. Вы как это, у нас регистрация в краевом отделе юстиции. Ну он назвал королев Геннадий Васильевич. Он у нас был хороший мужик городской администрации. Ну ладно, вы сходите к нему, говорит. Смотри на это. Больше ничего не надо делать, чтобы рамку было. Вот так. Надо на людей повернешь, чтобы в рамку вошло. Ладно, я завтра пойду. Проходит сколько-то минут. Может полчаса. Опять звонят из редакции. Михаил Каженов-Кириллович. Так, можете не ходить. Мы позвонили в городскую администрацию и напечатаем. То есть он как раз по связи с общественностью вышел на Королева. А у нас хорошие-хорошие отношения. И видимо он там сказал, ну мне этого уже мало. Надо, чтобы несколько раз опубликовали. Я на завтра с Сережей мы ездим. Поехал. Везде тормозят и тормозят. Ну никак. Ничего нет. В электронном виде дайте. Это нам надо набирать. Пришлось идти дома. Снимать с печатью, чтобы было. И все послал. Приехал в городскую администрацию. Этого Королева нету. Но я взял с собой дары. Подарки. Единственное, что не входит во взятку. Книги. Что угодно. Подарку войдет во взятку. Следователь. Я говорю правильно. Не входят только книги. А другой мне и говорит. Но если книги у вас бриллиантами украшены. Ну откуда они возьмутся? За бриллианты будут судить тогда. И вот это нам помогало в дороге и здесь. Я оставил и говорю. Королева передадите. Вчера пятница была. Городская администрация вас беспокоит. Такой радостный голос. Да как я благодарен. Давай расспрашивать про все. И как голуби у вас. Да какие породистые нет. Я говорю. Ох ты мне совсем бальзам на сердце налил. Про голубей. Че ты. Не стой шарик. Одно дело коты. Другое дело слоны. Вот поехали везде. Неприятность у меня самая большая. Что исчез главный спонсор. Как говорят спонсор. Не русское слово. Не люблю я его. Но говорю. Благодетель. Закрыли элератор. Пошли мы. Сергей меня повелось. Аппаратурный огромный завод. Его купили. Купил РА. Ракшин. Мария РА. Я никогда не видел как можно что делать. Ой ой ой. Прямо против милиции. Эту часть они уже до половины все это заселили. Ну давай пойдем. Сергей Малейкович разузнал где. Тут Юля потрудилась. Яна у меня голубушка. Она мне накидала где какие организации. Где мука. Где крупа. Где масло. Где сахар. Но остальное нас не касается. Ну ладно. Я тогда добавил. Все это лишнее убрал оттуда. Оставил только адрес. Телефон. И что у них есть. И на 9 страницах вывел. Больше 90 предприятий. Поехали. Куда ни приедем нету. То было. То ушло. Ну а ехать то дорогой там. То задержка. То что. Да пока найдешь. Приедешь. Номера того нету. Где то. Ах. Куда то перекидали. Трещь организации прошли. Уже делал до обеда. Еще никого не встретили. Но. Причины были. Гориста. Разные. Видимо. Господь хочет. Чтобы мы как то посильнее молились. Наверное. В одном месте захожу. Я знаете. Буду по детскому лагерю. Ох. Лапки. Садись. Еще кто тебя не знает. И давай разговаривать. Может лежу у него. На полочке. Вот так вот. Повыше стола. В полочке стоят иконы. Ну а тут совсем свои. И он давай вопросы. Задавать там. Про еврейский народ. Почему у нас вера еврейская. Ну я говорю. Подожди маленько. Еще нет. Дай. Потом у меня же язык то развяжется. Как говорит. Парк. Развяжет язык. Поет. Высоцкий. Ну я ему разъяснил все. Я говорю. Ты согласен что. У тебя рост такой. А у меня ниже. Да. Ну а ты можешь. Ну хотел бы чтобы родился ты другим. Князем нет. Нет. Ну а почему нет. Почему утро вечер согласен. А тут не согласен. Это же все от Бога исходит. Ну да. Я говорю. Ну вот видишь. Уже согласен. Ты согласен что. Земля где-то летит. Вот такая. Океан столько занимает. Ну да. Ну а кто это сделал все. Бог. Ну ты раз иконы держишь. Знаешь. Бог. И Бог так сделал. Избрал Авраама. Авраам. Избранник Божий. Кто его хочет благословить. Благословляй. Получит благословение. Хочет проклинать. Проклинай. Будешь проклят. И он все со всем согласился. Мешок муки дал. И мешок какой-то крупы. Видишь как. Мы едем и обращаем. Ну я там всем давай визитки давать. Там где-нибудь. Еще нет у меня ответа. Помолитесь. Есть такой магазин. Лидер. Как едешь по Паловскому тракту. Там детали разные. Машинные. Он мне уже не один раз дал. Шерсовитов Алексей Петрович. Хороший мужик. Ну пришли. Его нет. У него разные тут. В городе. На старом базаре. Везде велосипеды стоят где-то. Ну я заявление написал. Говорю. Подари два велосипеда. На лагере на обслугу. А уже я решил. Если мне он подарит. Я один велосипед. Значит. Колеснику Никите Андреевичу подарю. Потому что там ходит. У Володи есть велосипед. У Володи то я не знаю. Наверное Игорь Критяков его оставил там. Вот. Ну пока ответа никакого нет. Ну раз он раньше помогал. Я книги оставлял. И в один день подарил книг почти на 25 тысяч рублей. Еще ничего нету. А почему? Это отворяет двери. Раз звонок поступает. Один звонок. Другой. И. Ну только я. Господи. Слышишь ты. И похоже что у нас с продуктами будет все. Если согласно звонков. То будет все. Нет только соли и сахара. И вдруг вчера привозят. Сразу пять мешков по 50 килограмм сахара. Я говорю. Кто купил то на что? Андрюша Головач. За свой счет купил пять мешков. Понимаешь. Вот. Вот. Потрудился тут наш сынок Татьяна. Вот. Тоже за свой счет там что-то купил их. И вот. Вот. Только думаешь. Ну. Такое маленькое дело. Там о миллионах где-то люди просят. А тут. Пропитаться. И столько же радости это приносит. Что живой Бог. И слышит живую молитву. И посылает живых людей. Все живо и действенно. У нас не очень хорошо получилось. С публикацией объявления. Я даже не знаю. То ли вы плохо работаете. То ли что. Вот он у меня лежит. Просьба сейчас взять. И. Ну. Тридцать пять там вверху зачерплю. Тридцать пять. Двадцать четыре. Тридцать восемь. Но остальное есть. Помогите сегодня. Где можно. Не на хорошие места. Ну где-то около дома может быть. А потом убрать там неделю. Через две или где. Какое-то дерево там доска. Где-то чтобы люди видели. Хотя бы по одному. Возьмите. Будешь помогать. На парочку. А я сложу. Это память о вас будет. Завтра я все не сделала. Где бываете-то. На работе там бываешь. У вас табличка. Где-то какая-то доска-то. Нету. Ну другим дай знать. У кого-то дети есть. Может быть дадут. Бери. Бери. Пока дают. Ты. Будешь. Нет. Помогать. Я маленькая. Давай. Сама. Чтобы приехала. Помогать. Бери. Сама помогает. Вот какие-то скромные. Держи. Что делать? Обыкновенную муку разведите. Как кисель делайте. Чтобы липкая была. У себя повешаешь там парочку. Только не на хорошее. На такое. А то один раз кто-то повешал. Мне звонит. Ваше перчил. Голову резать буду. А кто такой? Где? Я не был ничего. Не знаю. А Калагарпочтанта. Я о ком подумал. Кто-то года два назад было. Кто там рядом. Надо смотреть маленько. Он покрасил мужик свою там. Какой у меня? Избушка продает что ли? Ну и ясно дело, что ему неладно. Ну. Готово? Только не в потеряйте. Иди смешать. А то потеряйте так. Слушай. У тебя большая надежда была. Держи. Парочка. По парочке. Возьмите. Не одну. Ну давай одну. Дело в том, что завтра ты сейчас встречаешься. Уже одна позвонила. Так. Возьмешь? Потому что мне последние недели. И вторая встреча сделаем в четверг. В четверг. Возьмешь? Куда тебе? Ну себя там дома полешай где-нибудь. Помоги, Оленька. Ну вот. Ну что тут? По паре. Возьмешь парочку-то? Взял уже. Возьми парочку хотя бы. У меня время совсем нет, мать. Помогите. Так, сделайте это сегодня, чтобы завтра звонки мне пошли. Ну вот и все. Так. На этом положил я бою. Желстый есть на кровать? Обязательно теревать положим. В карман положим. Так. Уже заплатила? Да, заплатила. Ну все. Кто здесь закроет? А то я поехал в Афьян. У меня в Афьян. У меня в Афьян. У меня в Афьян. У меня в Афьян. Ну я согласен. Все. Пошли. Вот молодцы мои. Вот с каждым зазомбировал бабок, то пошли теперь. Нина, давай.